Жестокость, кровь, секс, ногота и мать-перемать. Беру своего волшебного геймпада. Поехали. Как здорово, что здесь еще и озвучка есть. Вот такая вот печальная история. Какая сволочь. Подожди, подожди. У Василисы, как бы, она законная наследница. Куда-то ее выставила, просто так. Не-не-не, нихера, там детская опека есть, все дела. Так, давай влево. О, она прям ходит. Ага. Она и в лаптях. Обрати внимание, какая приятная девица. То есть, смотри, налево нас не пускают. Во, бери топор, руби хардкор. А потому что мальчик, что, охуела? Она живет не на своей территории. Это территория Василисы, жилплощадь. И ее отца, охуевшая в край. Ну, ладно, допустим, пока без топора. Просто идем. Слушай, ну лапти, это... Дед, это... Подожди. Это был кто такой? Что за леший? Уважаемый, подождите, подождите. Вы можете мне помочь? У меня там мачеха, жилплощадь. А джать хочет. Иду направо. Какая приятная и рисовка. Как будто смотрю старый мультик советский. Боится. Боится, девонька. Конечно, на ночь глядя, кто выгоняет-то. Встаем с крыльца. Набираемся сил. Налево говорит, не хочу идти. Не буду, не буду идти. Сволочь там живет одна. Эх, папеньку бы дождаться. Ну хорошо, допустим. Пойдем направо. Может быть, тот леший дядь к нам поможет. Но игра-то называется Василиса и Баба Яга. Может, мачеха и есть Баба Яга? Необычная штука. Василиса мать перед смертью куклу отдавала и приговаривала. Береги ее всегда и никому не показывай. А когда деда приключится, ты ее покорми и успроси, что делай. Ясно. Где мне бы найти эту куколку? И чем ее покормить? А что едят куклы? Уважаемый. Уважаемые глаза. Это, по-любому, кот местный. Куда-то она, по-моему, вообще в поле уходит. Ты посмотри, какого размера... Вот что это за растение? Это мак? Вообще похож на мак. Но листья как будто от дуба. А что едят куклы? Белок, углеводы, жиры. Какие микро-макро-нутриенты? В батюшкином дому живу, а никакой радости. Злая мачеха хочет меня с белого света и жить. Ну, с другой стороны, отец мог бы и позаботиться, какую-то жилплощадь-то купить ей поближе к Москве. Пускай девка одна живет, да, в ипотеку, да, в какой-то там кредит. Но, тем не менее, зачем девчонке жить рядом? А сколько тебе лет? Не, если ты, короче, маленькая, то потерпи. Если большая, то сама давай. Может быть, в какой-нибудь Старбакс устраивайся. Работай, денежку зарабатывай. А кукла ей и отвечает. Покормить куклу. Раз. Нажимаю еще раз. И третий раз. Поела кукла. Глаза ее заблестели, как две свечки. Неожиданно. Не бойся, Василисушка, говорит она. Ступай, куда посылай. Только меня держи всегда при себе. Пока я с тобой ничего у бабы-яги не случится. Ага, понял, услышал. Ну, если честно, кукла выглядит уж больно интересно. Василиса собрала куклу свою в карман положила, да и пошла в дремучий лес. Понял. Понял, принял. Ребята, идем в дремучий лес. Ничего не боимся. У нас с собой есть кукла, у которой глаза горят красным-алым цветом. Нет, наверное, домой лучше, потому что кукла куклой, но как бы адекватное сознание должно быть адекватным сознанием. Забавно. Ну, то есть, игра сделана, у тебя есть несколько слоев, вот они двигаются. По-моему, реализация интереснее, чем сама идея. Я имею в виду, что идея простая, а вот реализация хороша. А вот, наверное, удремучий лес. Это что еще такое? Русалка. Новая запись. Так, а где это увидеть? Новую запись. Русалка? А? А что она на меня кинулась-то? Я что-то не понимаю, энциклопедия. Энциклопедия, бестиария, русалка. Для современного городского жителя, русалка морская дева с рыбьим хвостом вместо ног. Однако, крестьяне в южно-русских областях называли русалкой мертвеца. Временно вернувшегося с того света в облике юной красавицы с венком на голове. Или страшной лохматой бабы с огромными грудями. О, это мы ценим, это мы уважаем. Считалось, что русалки приходят в мир живых в середине лета, когда цветет рожь. Они ходят по полям, по полям, по полям, по пар-папам, где опять протерял. Потерял. Ага, где это? Они ходят по полям, танцуют, качаются на ветвях деревьев, как на качелях. Топчут или оберегают посевы. Помимо ржаного или пшеничного поля, встретить русалку можно в лесу, у воды или, как и всякого мертвеца на кладбище. В одних рассказах русалки безобидны для людей, в других они пугают и ловят оказавшихся в поле детей и взрослых. Свою жертву русалка принимается щекотать так, что человек безостановочно хохочет, теряет силы и в конце концов умирает. Русалка может явиться молодому человеку, если тот вздумает гулять летними ночами. В одном из рассказов русалка, приняв облик красивой девушки, встречает парня на дороге и попросит, чтобы тот ее поцеловал. Парень вовремя заметил, что заглянуть в лицо девушки невозможно, поскольку оно закрыто волосами и что она переходит реку не по мосту, а прямо по воде. Он понял, что перед ним русалка и не дал себя сгубить. А куда ты ее будешь целовать, если у нее там волосами-то все закрыто? На русском севере русалкой могли называть чертовку или водяниху. Водяниху чаще всего видят на камне у воды, где она расчесывает золотым гребнем свои длинные черные волосы. При появлении человека водяниха скрывалась в глубине, но ее все равно боялись. И у мест, где она сидела, избегали заходить в воду. Считалось, что встреча с водянихой предвещает грядущие беды. Так, налево мы пойти не можем. Ага, понятненько, хорошо. Тяжело вздохнул Василиса и пошли мы дальше. Кто это? Я как будто со своей прабабушкой говорю. Прыгай! Водянихи, ага. Водяниха. Не водяниха, а водяниха. Прыгай, мать! А где у тебя эти... Ага. Одно. Девушка с веслом. А как не попадаться-то? А, о, блядь. Подожди, я хочу, чтобы меня защекотали. Ну, защекотай меня. Это что такое было? Удар? Рывок? Удар, рывок. Давай, давай. Давай еще, я тебе сейчас... Я тебе сейчас все пальцы поперломаю, мать! Это забавно, это забавно. Ты понял? У меня кукла, у меня кукла, как Жан-Клод Ван Дамм или Сильвестр Сталлоне. То есть, мы попали в беду, и тут кукла такая вылезает, такая... Подожди, у меня с собой есть колотушка. Я этой колотушке тебе пальцы оторву нахер! Очень нравится, очень нравится Василиса и Бабьяга. А, нет, 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 не успела. Ха-ха, да и все. Ага. А я тебя сейчас это, задавлю просто. Ты видал, какая у меня лодка крутая? Водениха. Я вам всем пальцы поотбиваю, точнее, моя крутая кукла. Опаньки. Интересно, если честно, такая славянская... Игруха. Проваливай! Проваливай нахер! Тихо. Вещи! Успел? А хорош успел. Меня Баба Яга ждет. В Денихе. Когда игра выходит, надо будет посмотреть. Потому что это все-таки демо-версия. Надо, надо в такую играть. Опять водениха. Опять вторая! Третья водениха! Ай-тамра! Ай-тамра-тамра! Бей! У тебя весло! У тебя весло, мать! Просто, просто. По голове. Каждый. Там три удара надо. Ну, прямых, правда. Чёрный кран. Мы спускаемся под воду. Как Гомера Симпсон в сериале Симпсоны. Потом такой сел. Прошёл немножко, сел такой, подумал. Давай налево. Чё вы мне сделаете? Да-да-да-да-да. Ты им ещё факт покажи. Типа это, ребятки. У меня суперкуклы есть. Другое дело, откуда у меня суперлёгкие, чтобы под водой дышать. Неожиданный поворот, если честно. Вырваться. Можно вырваться. Нажимаем она на А. Резко. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Моя хорошая. Моя хорошая. За платочек схватился. Молодец, девонька. Смотри, какая щука, как будто я в детстве рисовал. Прямо, по-моему, один в один. Ну, кроме этого, брови у щуки я не рисовал. Бровь рыбам. было сверху написано давай 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 дайте мне выпускать и кабанчика достать куклу с ума сойти кукла огонь блин это забавно а где мои жизни то а есть у меня жизни а хлеб это называется хлеб ребята по жопе по жопе дал победа короче куклы жизнь это хлеб так заходим сразу в энциклопедию бестиарий анчутка наверх демонические существа обитающие воде известно под разными именами на юге россии детей пугают беспятыми анчутками беспятые анчутки слушай где юг россии ну я вот живу в центре россии у меня анчутками не пугали шустрой нечистью живущей воде на русском севере рассказывают о лимбоях есть такая такие игрушки называются том бой но я думаю что вы знаете что такое а вот лимбоях пока не слышал еще небольших седовласых существах с длинными руками и короткими ногами в одном из рассказов лимбой попадается рыбакам в сети обещает хороший улов если те отпустят его обратно в воду шут шутовка еще одно название для черти обитающих воде я слушаю вот опять же надо бы сделать много отсылок королю шуту или ребятам из короля шута и князя дать вот эти вот рассказы мне кажется столько новых альбомов выйдет в рассказе из владимирской губернии женщину похищает нечистая сила и уносит в гнездо шутовок на урале шуты и шутовки водятся на дне заросших тины прудов и озер в архангельской области в реках живут шу-ли-куны шу-ли-кун шу-ли-куны черные покрытые рыбьей чешуей рогатые существа в остроконечных железных шапках с горящими глазами и огнем во рту шу-ли-куны во время святок выезжают из проруби на санях в медных ступах или даже в жарко натопленной печи они едут по ночным улицам держа в руках сковородки полные горячих углей заглядывают в окна утаскивают в прорубь девок а вот пацанов то блять когда будут утаскивать а может мы и хотели бы почему только девок каких-то тащат могут поддеть раскаленным крюком и затянуть в болото детей заигравшихся на улице до темноты пострадавший повстречавший шу-ли-ку шу-ли-кунов человек скорее всего сойдет с ума я тебя услышал выходим идем дальше по дну реки так топ 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 петушок петя петя что тут делать вниз вы понимаете что делать я пойду вверх так смотри здесь камень давай направо вверх направо вверх какая-то херота сюда зайти наверное нельзя нельзя давай еще раз направо вверх вверх направо я понял я понял загадку давай теперь вниз вниз вверх направо а подсказки то будут давай еще раз вверх вверх направо вверх коровка стоит в здесь недалеко вверх направо вверх давай направо собака вверх направо вверх давай наверное потом влево угу вниз собака вверх направо вверх 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 давай пойдем вверх давай отсюда пойдем влево опять петух этот славный направо вверх хоть хоть зарисовывай налево вверх здесь я ходил влево да теперь пойдем направо пришли пришли куда-то мили t выдох и рендом уэндом в лабиринте примерно по а такая необычная игра такая необычная think мужики вот что тут делаете и пацаны за А зубы острые, значит, враги Кукла! Вылезай! Пиздиться надо! Не, вы это... Вы дружелюбные? Дружелюбные Это хорошо Потому что лишний раз куклу доставать Ну так Это что за змей-горыныч водяной? Это кит какой-то? Или мега-щук? Мега-щук Я думаю, что мы так жили вообще недавно Типа там И вот она какая-то Мини-мега-щука достать куклу Моя хорошая! Доставай дубины! Блин, это выглядит так забавно Опа! Увернулся! По жопе ей! По жопе! А сколько вам ударов-то надо, мои хорошие? И там стоит, вообще ничего не делает А, нет, что-то делает Пойду плясать! Победа! Куколка, забирайся! Моё почтение, конечно, киборг-куколка Я такого ещё ни разу не видел Как куколка-терминатор Ну вот корова Слыша, Василиса Как будто кто-то плачет Ей кукла и говорит Не дать убеду, кто попал В водяного у плену томиться Ты меня отпусти А я всё не выпусти Ну давай попробуем Достать куклу Я в шоке! Это такое неоднозначное решение Мини-олень-водяной Мешочек с солью Соль, надёжное средство против нечистой силы Пригодится Если придётся, с водяным иметь дело Ясенько Понясенько Блин, я не знаю, как на это реагировать Я заинтересован Такая, такая Понюхала, типа столь, нашла Хорошо, хорошо Какая-то к водяному пригодится Я заинтересован Я не знаю, насколько Насколько сильно Но пока что Пока что Сильно очень Да, вон лещ пошёл Это, по-моему, ерши Это, по-моему, ерши На А Войти в ворота Давай влево Ага, влево всё Понял, не идём Не идём Идём направо, молодые люди Кто-то то ли храпит То ли пердит То ли это Что-то съел Не то самое Ага Это та самая Мега-щука Ну чё Плавники зацепляем Присесть Давай зацепим Конечно зацепим Ты чё Конечно зацепим Давай-давай-давай Давай зацепим А-а-а И всё Я думал Сейчас какая-то битва Будет это Страшная Сильная Нахуй иди Хотел меня напугать А-а-а О-ооо Вот так вот вы решили Я вас услышал Сейчас ждём Угу Проходим Это чё за лапа Чё за лапа У Этого У животного Зачпок И мы дальше идем Так, аккуратно, Леша Воротай все взад, ага Тоже проходим, проходим Раз Нет Какая ты собака-то, а? Аккуратно На это даже внимания не обращаем Дурачок местный Тут проходим спокойно Нам хватит времени Да, да, хватило Куда пришли? Он проснулся Я вообще не понимаю, как она под водой ходит Я физик, ядерщик У меня там законы очень четко складываются С невозможностью жития Опа, соль вот так вот Ты понял? Я использую соль И получается, что он чихает Ага Опа, а где у меня соль-то еще У меня много солей Это что такое? Это что такое? Ты видел? Ты видел? Давай, 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 навешивай, Леша Чихает Ага Но мы-то вернулись Мы-то герои Пролетают Что за песня про смерть и убийство 4, 3, 2, 1 Давай, вставай, давай, 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 давай Все, 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 минус Победа Это было странно Если честно Игра пока более странная Чем вам кажется Ага, нюхнула Все, соль мы использовали Это хорошо Я хочу в волшебной энциклопедии Прочитать про водяного В самый верх Водяной Демонический дух Обитающий в воде Хозяин рек И озер Как правило Злой Водяной живет В самых глубоких И опасных Для человека местах Крутых берегов Под водоворотами И в омутах у мельниц Такие места называются Чертовыми домовищами В хозяйстве водяной В хозяйстве водяного Есть черные коровы Жирные И дающие много молока Иногда они выходят Пастись на берег И тогда ими может Завладеть человек Если будет достаточно ловок Но дело это опасное Водяной может проклясть вора Или сделать засмотревшегося На коров крестьянина Своим пастухом Водяной появляется В разных обличиях Он может явиться В виде грязного Голого старика С длинной Лохматой бородой А не о том О чем вы подумали Волосами Напоминающими Речную тину И горящими Красными глазами Как водный житель Водяной бывает Похож на большеголовую И неуклюжую рыбу Покрыт темно Темно-серой Или пестрой Как у налима чешуей Его руки напоминают Четырех Палые Лягушачьи лапы Но чаще всего Он получелайк Полурыба Главная радость водяного Топить людей Он хватает человека За волосы Или за ногу И тянет на дно Особенно легкой добычей Становятся люди Купающиеся в одиночестве В полдень Или после захода солнца Водяной неохотно Выпускает свою добычу Из рук Поэтому в некоторых районах Опасались спасать Тонущего человека Водяной Может подолгу Не отдавать мертвое тело Когда его все же Удавалось найти И поднять на поверхность То в черных И синих пятнах Покрывающих утопленника Видели отпечатки Пятерни водяного Если же покойник Был особенно безобразен Могли решить Что это подделка А сам утопленник Остался на дне Оставшиеся В распоряжении водяного мужчины Становились его слугами А женщины Женами Значит что? Значит водяной Натурал Это важно Наш Русский Впрочем Водяной не всегда такой злой На русском севере считали Что он может помогать рыбакам Водяной дружил с рыбаками Если те дарили ему хлеб Крупу Вареные яйца Бараньи головы Или даже целого барана Довольный водяной Давал богатый улов А злобленный Распугивал рыбу И рвал снасти Мне нравится Так Дядька водяной Все Ты минус И опять кукла Василиса Подсобила Чтобы от водяного То убежать Пригляделися А там уже К берегу рукой подать Василиса крутая Если честно Вышла сухая Присухая Я так понимаю Камыши Размером с Ребенка А сколько по По лору ей лет А вы где таких коней видели Мои хорошие Это все Это все Спасибо что играли Пожалуйста Ё-моё Ребята Обязательно пройдем Вообще без Разговоров Это странно И эта странность Хорошая Всем рекомендую Самим ознакомьтесь Можно Посмотреть демку Но по-моему Это то чего Моему каналу Нужно Меня зовут Алексей Вы на канале Фролов может все И сегодня Фролов смог все В демо версии игры Под названием Василиса и Баба Яга Если вы досмотрели До этого момента Значит вам понравилось Поэтому подпишитесь на канал Поставьте лайк Напишите комментарии Потому что я все читаю На все отвечаю Заходите к нам в группу Телеграм Там есть Флудилк Чат Новости Расписание Если тебе еще и 18 лет Тогда заходи на Бусти Там много Всякого С рейтингом 18 плюс Которые я не могу Нигде Выложить В другом месте И если хочешь Чтобы мы с тобой Играли вместе В какие-то Кооперативные игры Тогда заходи В наш Дискорд канал Там очень Уютно Спасибо тебе за просмотр Новое видео Выйдет совсем скоро И знай Мне с тобой было Хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому